Здравствуйте, дамы и господа. Продолжаем серию видеорепортажей, видеосюжетов о выращивании низкорослых сортов томатов. Это третий видеосюжет. Сегодня 16 декабря. Я уже введу записи, пишу, что когда 22 ноября были замочены семечки, что-то 22, 28, 26 ноября какие-то пересаживались в коробку. Видно, что разный результат, хотя в целом одни и те же внешние условия были выращивания. Пиноккио, как показывает практика, это стандартно никогда не вытягивается. И видно, что из трех образцов можно сразу понять, что вот это вот, это Пиноккио. И если мы сейчас, вот переверну я, Пиноккио, горшечный желтый и горшечный оранжевый. Ну, то, что они чуть подвытянулись, ничего страшного. Они, несмотря на это, никакими, соответственно, высокорослыми не станут томатами. И пока все идет хорошо. Значит, из новинок. Помните, в предыдущих видео я говорил, что надо искать стаканчики, недорогие и которые бы удобно было использовать, уж раз мы что-то выращиваем по рассадной технологии. В принципе, да, я вот все-таки сторонник суперскороспелок, безрассадная технология, коими вот эти низкорослые сорта являются. Но, поскольку это все-таки балконные домашние сорта, вот решил зимнее выращивание попробовать. Вот. Возвращаясь к этим стаканчикам, про них будет отдельное видео, но их плюс я предполагаю в том, что корни прорвут их. Это очень тонкий нетканный материал, ну, совсем тонкий. И прорвется их, поскольку они недорогие, да, их не жалко. Но, вот, почему мне не нравятся вот эти вот рассады, потому что вот эти вот пересаживания из горшка в горшок, потом из горшка в землю, да, выбивание из земли, вытряхивание и даже расстегивание, да, приводит к осыпанию почвы, к нарушению корневой системы и так далее. Здесь же мы просто вставляем, значит, делаем отверстие, вставили и все, и забыли. На следующий год посмотрели, если он, значит, уже разорванный, выбросили и все. Или пойдет там же оставили, как наполнитель в земле. Вот. Вот такая вот идея. Поживем, увидим. Кто-то со мной в первых рядах, кто это еще не использует. Наверное, кто-то уже использует. Вот. И мы их опытом не интересуемся или интересуемся. Ну, а кто во втором отряде, значит, он ждет очередных видео, 5-х, 6-х, 10-х, как, значит, чем весь, чем фактически закончится, да, какого результата мы достигнем, вот, используя данный вид стаканчиков. Ну, естественно, да, вот, напоминаю, что вообще цель всего этого дела, не томаты там на огороде выращивать, а найти какие-то направления, которые можно потом легко преобразовать в какие-то домашние виды бизнеса, да, так это на Западе хоум мейт, да, домашнее. Домашний бизнес, чтобы на работу не ходить, 21-й век на дворе, уже все могут дома иметь станочки, роботов там, роботизацию, автоматизацию. В общем, подписывайтесь на мой канал, и мы так медленно, но уверенно идем, ну, вот, навстречу 22-му веку. На этом я заканчиваю это видео, до новых встреч. И отдельное видео, вот, про эти стаканчики будет. Это, так сказать, вот, логически следует из того, как я строю видеоканал свой. До новых видео.